всем привет в этом ролике давайте продолжим компоновать именно модель добавлять детали делать набросок погнали так нужно сделать дубликат вот этому вот этой болванки и сделать вот так дубликат и подгружаем импорту голову которую делали скульптис или вы делали в дебраш она уже тут должна быть так вот такая получилась голова симметрию x пока можно отключить и давайте включим move и skyл голову эту уменьшим вот сюда вот так ее подставим перекрутим и еще немножко уменьшим и подставим вот так вот вот голова уже на месте все нормально и теперь вопрос в чем нужно подогнать именно вот эти вот пальцы тела и руки сделать более менее похожим его на персонаж что делаем переключаемся на тело пальцы в принципе пойдут можно оставить эти чуть-чуть их делать полноватыми ну сделаем так ctrl shift и вот так все это делая от собачьему получается вот такой обрез и можно добавить и append нажимаем append и добавляем вот эту сферу переключаемся на сферу и move включаем гизму уменьшаем его вот так вот немножко вытягиваем немножко вот так вот сплюстить можно и вот теперь подводим вот сюда здесь опять же делаем скайл вот таким вот образом и немножко еще можно вытянуть подгоняем хотел нажать семерку на нампаде все путаю блендер и изображ давно здесь не сидел так вот так вот перекручиваем немножко выводим вот сюда чуть сплюстить на нашу пальцы более-менее нормальные были теперь зажимаем control и вот так вот выкручиваем подставляем можно даже немножко дальше и отводить вот так и еще один палец делаем вот так и перекручиваем сейчас чтобы вам было виднее вот таким образом и немножко уводим теперь делаем control делаем еще один палец и здесь уже подгоняем его вот сюда вот так вот получается вот такие у нас пальцы здесь их можно потом будет доработать снимаем выделение control левая кнопка мыши нажимаем скайл большие пальцы нам не нужны у панды они поменьше и вот сюда вот так подставляем чуть-чуть перекручиваем вот таким образом и немножко можно вперед так подать и представим мофт apology кисть выбираем она вот находит вот здесь так вот мофт apology и вот это все переключаемся на персонаж на болванку и начинаем это все потихоньку вытягивать чтобы получилась именно рука делаем теперь control w делаем dynamesh в геометре и продолжаем вот так вот все компоновать выглаживать и добавлять сюда поближе уменьшаем драфсайз сильно не надо и компонуем теперь именно вот так вот есть более-менее похоже было так вот эту вот этот палец вот вот этот нужно немножко дальше посадить и сделать поменьше и попухлее можно сделать пальцы не должны вместе сочетаться потому что потом когда будет делаться кости и дай нам их чтобы они не слиплись близко так вот придается пухлая форма более-менее или можно потом пролепить так вот эту часть переключаемся теперь опять на болванку и вот эту часть можно шифтом выводить здесь вот чуть-чуть компонуем опять же кисть руки вот так вот чуть-чуть прижимаем и здесь чуть-чуть ее поднимаем сверху вот так вот вот так вот получается персонаж и немножко давайте поработаем именно с руками здесь есть добавим здесь опустим чуть-чуть плечи вытянем эту часть приподнимем смотрим сзади что у нас вот эту часть плечевую тоже нужно увести в бок чуть-чуть назад чтобы плечо уходило больше в ту сторону освободив грудь грудь приминаем немножко и животу придаем форму вот так здесь живот таким не может быть он чуть-чуть будет сплюснутым чуть-чуть делаем задницу ему вот таким вот образом ну и все это дело как-то поровнее стараемся делать уводим теперь живот в центр уводим вот эту часть где подмышки вот можно вот таким образом уводить таз бедра немножко тоже уменьшаем и что получается у нас с ногами ногами у нас получается здесь должно быть как конус вот так вот и попухлее делаем вот так вот давайте теперь сделаем вот этому персонажу именно геометрии так мира nfl и поставим пальцем тоже мира nfl пока ничего не объединяем просто делаем набросок ну вот уже по-другому стал он выглядеть нужно теперь поработать именно со спиной спина у него выходит вперед теперь переключаемся на сапту вот этот болванки и спину чуть-чуть выводим вот так вот здесь добавим сейчас крылья поднимаем шею плечи немножко уводим и вот эту часть чуть-чуть перепускаем а эту часть чуть-чуть делаем больше вот так вот вот таким образом уменьшаем дров сайс берем теперь кисточку клей билдов процесс конечно это долгий хорошо бы было в стриме его показать но у меня плохой интернет и вот так вот добавляем уже крылья где-то намечаем задницу где-то чуть-чуть намечаем бедра добавляем вот эти мышцы мышцы все равно как-то намечаем чтобы видеть хотя бы что это как они тут должны быть вот так теперь добавляем плечи не знаю вам видно вот на этой модели давайте я поставлю глину глина вам наверное вообще не будет видно ну то есть пока так остается и здесь вот уже нужно набрасывать потихоньку массу рук придавать им внешний вид где-то наносить какие-то мышцы вот так здесь вот можно крылья накидать ему под мышками можно пройти альп левая кнопка мыши чуть-чуть вот так убрать здесь добавить пухлость это будет трицепс вот таким вот образом ну и бицуху по любому бицепс надо добавлять вот потом это все конечно сгладится приобретет более-менее мультяшный вид ну хотя бы какие-то пропорции должны быть наносим вот здесь вот будет локоть чтобы в анимации знать что вот это вот будет локоть ну и грудные мышцы тоже чуть-чуть под накидать вот так вот так немножко поработать задницей добавить вот такой вот как вот называется вот такой как бы серпантин капельку такую это вот так вот выглядит задница вот таким вот образом добавляем тут мышцы немножко шейные так здесь вот трапецию немножко выводим на голову побольше прибавляем не боимся у него вот внешний вид должен быть вот изогнутый капля здесь добавляем тоже вот на ляжке именно какие-то детали здесь вот сзади можно немножко поприбрать углубить здесь будет уже ступня и так далее чтобы все это дело виделось ну таким образом начинается доработка модели здесь ставим опять же не забываем мофтополоджи где-то что-то поднимается где-то опускается какие-то мышцы вот именно где шея вот здесь вот можно чуть-чуть поднять выше не забываем работать с головой переключаемся на голову тоже ее можно здесь вот так вот корректировать где-то что-то опускать вот такая получается штука вытягиваем теперь вот намечаем лапы вот так здесь вот побольше кисточку ставим добавляем вот сюда вот в эту сторону вот так вот колено добавляем нога где-то будет вот такой сама ступня у него маленькая но широкая ну вот такие вот манипуляции здесь теперь что можно сделать когда вы проработали более-менее тело панды сделали ему изгиб все вроде вот он стоит все нормально где-то тут откорректировали вытянули спину крылья немножко чтобы вот такой он был вроде каракист все выглаживаете наметка вот такая вот прошла все делаете его теперь мягким и вот он приобретает более-менее нормальный вид вот так вот эти части чуть-чуть поменьше мы делаем здесь вот грудь чуть прибираем живот конечно тоже нужно корректировать и вот за счет вот этих вот боков вот за счет вот этих вот можно чуть-чуть расширить сзади ну и крылья опять же чуть-чуть вытягиваем а вот эту часть приподнимаем кверху ну вот такой вот панда здесь вот будут штаны давайте разберемся как теперь сделать вот эту часть чтобы штаны все нормально было давайте многие разведем и замаскируем вот таким вот образом ногу так симметрию можно убрать контрол-альт и вот так маскируем ногу сделаем контрол-и и ногу можно с помощью мов немножко увести вбок и перекрутить вот так вот чуть-чуть вниз даже можно опустить вот так вот снимаем маску контрол левая кнопка мыши и теперь в геометре мира вот так подправляем теперь штук корректируем вот так вот ну и наметаем именно штаны ставим его боком делаем контрол и маскируем вот таким вот образом теперь делаем опять же контрол пробел если перенести надо вот так вот ставим и делаем контрол-альт и бросаем мышку левую кнопку вот наметали штаны что делаем заходим в саптулы и находим вот это экстракт дубляж отключаем жмем экстракт и подгоняем размер толщину именно вот этих штанов еще раз пробуем еще раз уменьшаем ну вот можно такие вот тонкие сделать но у нас персонаж блатнячий на потолще все таки ну вот штаны есть жмем ацепт снимаем маску и нужно немножко где-то их выгладить или можно потом сделать для ремеш сетка исправится сделается более ровной или дайна мэшем все это дело отрегулировать поиск можно сделать куру ну по простому пути пойдем находим аппенд и находим ринг 3d вот так теперь move опять же скайл так ctrl z ctrl z переключаемся на вот этот ринг уменьшаем его и здесь уже корректируем где-то вытягиваем где-то перекручиваем пом подгоняем делаем чуть-чуть тоньше делаем чуть-чуть меньше выводим вперед и вот по талии его вот так вот более-менее корректируем чуть-чуть где-то расширить можно вот таким вот образом ну немножко вот до штанов опускаем опять же перекручиваем и немножко опять же уплотняем вот такой вот вариант есть также move topology где-то можно уже чуть-чуть его спруснуть вот так вот если вы сильно где-то спруснете и что-то пойдет ну скажем не так то можно всегда надуть вот этот ринг в деформации инфлатом вот так так что не беспокойтесь тяните его смело если если захотите сделать именно кисточку или курву то если вам понадобится кисточка или курву сделать вот так нажимаете по прошлым роликом я сейчас вам покажу как это делается так так сейчас сохранится находим вот персонажа отключаем шифт левая кнопка мыши и вот вы видите что у нас здесь есть маска так делаем control w назначаем полигруппу вот она отмечена следом находим какую-нибудь кисточку ну допустим цилиндр возьмем заходим теперь строк так lazy mouse включаем курв курв мод включаем и курв функцион появляется вот такая курва делит вы видите что отмечает именно полосу где проходит разделение между полигруппами и нажимаете вот этот цилиндр если что-то вот большое стало то уменьшаете draft size control z и поменьше draft size можно это все делать сделать единственный минус что вы видите что сетка неровная и получается вот такая кривизна вот такая штука также можно сделать просто кисточку и нарисовать вокруг талии именно ремень вариантов валом кину под роликом именно на курвы на кисточки как их делать ролики посмотрите не буду углубляться в это дело так здесь возвращаемся назад можно поставить стандартную кисть и включить все саптуры так вот станы еще нужно будет подкорректировать что-то тут маску снять так пошел казус но это не беда все это поправимо пока наметка теперь теперь заходим в аппорт находим сферу переключаемся на нее она внизу саптулов будет вот таким вот образом и опять же ее уменьшаем выводим вверх чтоб видеть и опять же уменьшаем это будет наши глаза ставим вот таким вот образом и вгоняем в мозг уменьшаем делаем так как надо и подгоняем в наши глазные яблоки ну вот глаз вставлен теперь делаем геометрии мира ntl вот у нас уже два глаза делаем теперь дубликат можно это с одной стороной делать с левой а потом зеркалить полностью все саптуры делаем теперь дубликат и надо сделать веки чуть-чуть их делаем сферы больше и теперь поработаем обрезкой ctrl shift и вот так обрезаем вот уже появились верхние веки вот так они еще конечно будут корректироваться где-то подгоняться пролепливаться где-то приобретать приобретать какой-то вид но это пока место вот таким образом делается опять возвращаемся на глаза делаем дубликат делаем мов и делаем опять увеличиваем их чуть-чуть и обрезаем теперь вот оставляя нижнюю кромку ну вот такие получились глаза здесь здесь можно переключаться на любой саптул и корректировать опять же кисточкой мофт аплоджи вот чуть-чуть приоткрывать потом они будут в анимации нужны их симметрию можно включать вот так вот теперь вот опять же их симметрию включаем и поднимаем веки чуть повыше и вот так вот заворачиваем делаем приятный внешний вид глаза ну вот такой получается персонаж и в итоге у вас должен получиться вот такой вот гражданин занимает это конечно много времени если полностью показывать как что-то делать это будет очень много роликов в стриме можно было конечно за три часа его сделать ну вот потихоньку вот такой вот получается персонаж вот такие пальцы это вот набросок штаны ремень и тело и вот такой вот персонаж получился после набросков и корректировки теперь нужно нанести швы на штаны ватку на штаны поставить раскрасить сделать развертку ну опять же глаза доделать пальцы вот эти вот части кисти пролепить ну и еще то что вылезет в процессе в следующих роликах постараюсь показать как я буду пролепливать именно какие-то детали но уже наверное ускорено без объяснения и покажу как сделать развертку раскраску развертку и закинем потом в блендер и будем уже с ним работать в блендер уже с объяснениями с пояснениями всем пока до свидания до свидания до свидания до свидания